здравия вам и роду ваш хорошего вам приятного дня и ласкового солнца порча проклятия сглаз духи подселенцы магические воздействия привороты и так далее тому подобное кто верит в это а кто-то опасается этого кто-то нейтрально кто-то смеется на самом деле есть вещи которые существуют независимо от того верите вы или не верить солнцу например абсолютно все равно верите вы в него или нет ваше тело мозг в любом случае живут согласно солнечным биоритмом знаете или не знаете вопрос в том не конфликтуют ли ваши действия с этими ритмами и от этого зависит ваше здоровье настроение и эффективность также и проявления тонкого мира вы их не видите точно так же как не видите и ультрафиолет однако никто сейчас не называет магии появление загара точно также вы будете относиться спокойно к проявлениям тонкого мира если осознаете что мир намного шире шире спектра воспринимаемого нами органами чувств нюх собаки например в тысячу раз сильнее нашего это что для нее это реальность для нас это фантазия острота зрения кошки в шесть раз больше чем у нас и при этом еще и поле зрения шире более того кошка видит не просто острее кошка видит те части спектра которые невидимы для нас то есть то что для кошки а обычная реальность для нас привидение духи о которых мы спорим есть они или нет то же самое касаемо и порчи и проклятия сглазов магических воздействий если взять современные физические приборы фиксирующие невидимые спектры излучения нашего тела то все эти магические вещи мы увидим своими глазами физики их называют энерго информационными поражениями тонкого поля человек получается что все верю не верю это удел людей не понимающих суть вещей всего лишь а наши предки они намного глубже понимали окружающую реальность и намного лучше умели управлять ею да да именно не просто видеть а еще и управлять если заменить некоторые слова современными словами то множество непонятных спорных вещей станут понятными и бесспорными так например магическое воздействие это воздействие силой мысли или ментальное воздействие вы ведь не подвергаете сомнению существование гипноз правда однако это только маленькая часть тонких воздействий вот это и при помощи запахов звуков эмоции мысли чувств визуальных образов и так далее тому подобное вы начинаете понимать что все те непонятные порчи и тому подобное не более чем программ подобные компьютеры которые можно изменять заменять удалять перенастраивать и тогда понимаете если да тогда вы понимаете что очень много в вашей жизни можно изменить тоже перенастроить понятно что только во благо совести и любовью иначе потом весь мир той же монеты вернет если говорить о зрительном восприятии тонкого мира то наука еще с 19 века если не раньше исследует эти явления часть этих явлений до сих пор называют галлюцинациями галлюцинации несмотря на то что многие ученые указывали что галлюцинации вполне реальны так еще в 1885 году бине и фаре исследовали изменение галлюцинации воздействия на глазное яблоко 1903 году штеринг нашел что если человек смотрел в бинокль то видение представлялись ему более близкими или наоборот более дальними смотря с какой стороны см а в 1973 году самое интересное врач-психиатр из города пермь геннадий крохолёв доказал что образы сознания человека проецируются во внешний мир через сетчатку гла геннадий крохолёв создал специальную маску фотоаппарат которым фотографировал так называемые галлюцинации пациент таким образом он доказал то о чем говорится в культуре самых разных народов и называется плохим глазом черным глазом злым глазом и прочее что чревато с глазом или порчи другого человека то есть человек с негативным плохим деструктивным настроем мыслями и сильной энергетикой может через глаза излучать свои негативные образы мысли и внедрять их проецировать их на других людей просто через глаза как проект глаза каждого из нас проецируют во внешний мир наши мысли и идеи вопрос только в количестве вашей психической силы и какие образы мысли преобладают в вашей голове поэтому вокруг одних людей благодатное пространство все ладно мирно спокойно а вокруг других людей постоянные споры ссоры скандалы и даже техника вокруг них постоянно выходит из строя а животные они очень остро это ощущают и моментально указывают нам на проблем так например если вы понаблюдаете за собаками то увидите что некоторые из них имеют скверный характер и бросаются на все едущие катящиеся бегущие средства от велосипеда и до грозовика однако большая часть собак не обращают внимание на большинство проезжающих мимо них транспортных средств и бросаются с неистовым лаем только на отдельные автомобили это как лакмусовая бумажка показывает наличие негативной энергетики в поле этих автомобилей что в дальнейшем может привести к аварии они просто ощущают эту энергию и реагируют на нее точно так же как на злых подлых обиженных людей что делать конечно же исправлять исправлять поле автомобиля или человека для этого есть масса заговоров молитв ритуал ну правда для того чтобы это все сработало надо уметь управлять своей психической энергией и знать как проводятся ритуалы а тот у кого силы много и умение наработанные может это сделать за считанные секунды просто взмахнул рукой или как говорится по щелчку пальца как-то я ехал за рулем и проезжая по городским улицам заметил возле ворот воинской части мирно лежащих собак однако я был очень удивлен тем что как только моя машина приблизилась к ним они тут же все вскочили бросились лаять и догонять упс значит что-то подцепил или чей-то кривой глаз сделал свое дело надо почистить однако не стану же я останавливаться в бурном городском потоке транспорт правильно ну да откладывать тоже на потом не хочется как ведь если они так прореагировали то можно и вляпаться во что-то нехорошее с такой энергетикой с такой полем несколько хлопков в ладоши четко сформированным намерением и я продолжил свой путь дальше перепроверить судьба распорядилась так что в этот день мне пришлось еще несколько раз проезжать мимо этих собак и каждый следующий раз я поражался тому что они теперь как будто вообще не видели меня продолжали мирно лежать около ворот даже не посмотрев на мой автомобиль вот так точно также деструктивные энергии программы могут быть и в доме и в личном поле человек традиционно есть множество элементарных страховок например вы думаете что мокрая тряпка перед входом это чтобы пыль и грязь дом не заносить да это ко мне конечно тоже так однако в первую очередь это чтобы не принести на обуви на ногах своих в дом различные деструктивные энергетические сущие которые потом могут портить отношения дороге успешность выдаивая из вас жизненные силы через грусть печаль злость обиды разочарования и прочие негативные чувства мокрая тряпка должна быть не просто мокрой а еще и соленой перед порогом вашего жилья эти сущности очень не любят соль ох как не любят поверьте мне точно также не любят и полыни это любимая моя травушка муравушка вот проведите эксперимент контролируйте что вы перед вашей дверью постоянно была мокрая соленая тряпка или половичок а в спальне на пол ставьте стакан воды с уксусом каждый день освежайте и одно и второе и через неделю опишите свои ощущения или даже приятные изменения знаковые приятные события которые произойдут с вами за эти дни а далее вас ждет еще много много приятных открытий готовы видеть и понимать больше хотите научиться очищать защищать пространство своего жилья или работы тогда моя книга энергетическое очищение пространство дома или офиса для вас а по случаю скорых праздников дарю вам с ней видео славянский фэн-шуй почему мы так живем и как это исправить с методикой мощной энергетической защиты пространства вашего дома или офиса от нежелательных гостей всех кого вы не хотите видеть эта методика будет просто отвергать из вашего пространства переходите по ссылке и смотрите читаете знакомьтесь с этой моей книгой и используйте в своей жизни а если с ней уже давно работаете то пишите мне и вас ждет продолжение и в нашем новом инстаграме смотрите новые материалы подписаны уже и помните все что происходит правильно все приносит наслаждение если что-то не приносит наслаждение то значит надо узнать что происходит не так и это изменить ведь все в вашей жизни должно быть наслаждение переходите по ссылке и знакомьтесь с этой моей книгой плюс видео материалы получайте и увеличивайте количество наслаждений в вашей жизни